Добрый день, дорогие друзья! Терминология в фитнесе и речь пойдет о аэробике, аква-аэробике или акваробике. И поводом послужило то, что терминологией существуют определенные понятия, которые несовместимы с реальностью и в которых необходимо навести порядок. Итак, аэробика это термин, который возник благодаря американскому военному врачу Кеннету Куперу в 1960 году. Этот человек исследовал состояние сердечно-сосудистой системы у военных, военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. И в 1963 году он выпустил книгу, которая называлась Аэробика. Благодаря знаменитой американской актрисе Джейн Фонде этот термин, как и танцевальные упражнения аэробики, в 70-х годах прошлого века получил большую популярность. Но в противовес Соединенным Штатам Америки в Советском Союзе была разработана специальная программа, которая называлась ритмическая гимнастика. И с 1980 по 1992 год было создано 14 комплексов ритмической гимнастики, которые пропагандировали этот вид фитнеса в Советском Союзе и были очень популярными. Когда аэробика перешла в воду, то многие оставили термин АЭР – воздух и вода. И получилась аква-аэробика, что по сути своей неверная трактовка, а должно было быть аква-робика. А вот слово «робик» – это возникло в Советском Союзе. Это язык программирования, которым было программное обеспечение. Называлось оно «школьница» для компьютера «Агат». И вот «робик» – это язык программирования, который возник в Советском Союзе. Поэтому, наводя порядок в терминологии, мы должны сказать, что существует ритмическая гимнастика, внимание, как под музыку, так и без музыки на суше. И существует ритмическая гимнастика в воде, как под музыку, так и без музыки. И терминология – это ритмическая гимнастика, аэробика и аква-робика. От слова «движения гимнастические в воде». Проразмышляйте об этом. Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.